Сегодня мы напишем диктант по теме «Имя существительное» и выполним грамматическое задание к этому диктанту. Послушайте весь текст диктанта. Диктант называется «Зима». Наступили трескучие морозы, Иний покрыл ветви деревьев, На соснах шапки снега, Пруд затянут льдом, Землю укрыл мягкий лёгкий ковёр, Ребята построили горку, Во дворе дома размели площадку И залили её водой. Получился каток. Ребятам не страшен мороз, Они схватили санки, коньки и бегом на улицу. Коля и Лиза катаются с горы, А Вера и Маша коньками режут лёд. В этом тексте 58 слов. Давайте запишем слово «диктант». Диктант называется «Зима». Первое предложение. Наступили трескучие морозы. Будем записывать с красной строки. Наступили, пишется слитно, На эта приставка. Наступили трескучие, проверочное слово. Треск, трескучие морозы. Словарное слово пишется с буквой «О». МО-РО-ЗИ. Поработаем сразу с этим предложением. Начало предложения пишется с большой буквы, В конце предложения точка. Наступили слово с приставкой. Выделим приставку. Приставки со словами пишутся слитно. Трескучие, ударение падает на «О». Безударный гласный «Е». Проверочное слово «треск». Орфограмма в корне. МО-РО-ЗИ. Ударение падает на «О». Безударный гласный «О», который нужно запомнить. Это словарное слово. Наступили трескучие морозы. Найдем подлежащее в этом предложении. Чтобы найти подлежащее, нужно подумать о ком или о чем говорится в предложении. Что? Морозы. Морозы – это подлежащее, подчеркиваем одной чертой, выражено именем существительным. А теперь давайте вспомним, каким падежом является подлежащее. Подлежащее всегда является именительным падежом. Морозы что сделали? Наступили. Это сказуемое, подчеркиваем двумя чертами, выражено глаголом. Наступили морозы – это грамматическая основа предложения. Подлежащее находится в именительном падеже. Иний покрыл ветви деревьев. Записываем. Иний. Словарное слово. Нужно запомнить, как оно пишется. Покрыл. Приставка «по». Приставки со словами пишутся слитно. По крыла ветви деревьев. Проверочное слово первую гласную проверим. Дерево. Дерево. И здесь орфограмма разделительный, мягкий знак разделяется гласный от гласного. Деревьев. Деревьев. Иний. Ударение падает на «и». Должны запомнить букву «е». Иний. Словарное слово. Слово с приставкой «покрыл». Приставка «по». Пишется слитно. Ветви деревьев. Ударение падает на «и». Безударный гласный «е». Проверочное слово. Дерево. Орфограмма в корне. И разделительный, мягкий знак разделяется гласный от гласного. А теперь давайте найдем подлежащее. И определим падежи у оставшихся имен существительных. Что «иний». Иний – это подлежащее. Подчеркиваем одной чертой. Подлежащее всегда именительный падеж. Иний что сделал? Покрыл. Это сказуемое, выраженное глаголом. Падеж мы можем определять только у имени существительного и у имени прилагательного, к которому оно относится. Иний покрыл что? Что покрыл? Ветви. Это винительный падеж. Ветви чего? Деревьев. На вопрос «чего» отвечает родительный падеж. Мы определили падежи имен существительных. На соснах шапки снега. На – это предлог. Предлоги со словами пишутся раздельно. На соснах. Поставьте «тире» на соснах шапки снега. Поработаем с этими словами в предложениях. На – это предлог. Предлоги со словами пишутся раздельно. Соснах шапки. В слове «шапки» парный согласный, который можно проверить словом «шапочка». Орфограмма в корне, корень шапки снега. Ударение падает на «е» безударный гласный в окончании «а». Определим подлежащее. О чем говорится в этом предложении? Что на соснах есть шапки. Шапки – это будет подлежащее. Это именительный падеж. Подлежащий у нас всегда именительный падеж. Шапки на чем? О ком, о чем – это предложный падеж. Шапки чего? Снега. Это родительный падеж. Для того, чтобы определить падеж, нужно задать вопрос. Найти словосочетание и от главного слова задать вопрос. Следующее предложение. Пруд затянут льдом. Пруд. Парный согласный на конце, проверочное слово «пруды». Пруд затянут. Слово с приставкой пишется слитно. Пруд затянут льдом. Разделительный мягкий знак льдом. Вернее, здесь даже не разделительный, а показатель мягкости предыдущего согласного. Пруд затянут льдом. Пруд парный согласный на конце слова, проверочное слово «пруды». Пруд затянут слово с приставкой. Приставку выделите. Льдом мягкий знак – показатель мягкости предыдущего согласного. Найдем грамматическую основу. Что? Пруд – это подлежащее, выражено именем существительным. Подлежащее у нас всегда именительный падеж. Пруд. Что сделан? Затянут. Это сказуемое, выражено глаголом. Затянут чем? Я задаю вопрос от главного слова к зависимому в словосочетании. Затянут чем? Кем? Чем это творительный падеж? Далее. Землю укрыл мягкий, лёгкий ковёр. Землю укрыл мягкий, парный согласный в середине слова, мягенький. Пишется мягкий, лёгкий, лёгенький, лёгкий. Мягкий, лёгкий ковёр. Безударный гласный коврик. Проверочное слово. Ковёр. Землю укрыл мягкий, лёгкий ковёр. Слово с приставкой О, крыл, приставка О. Мягкий, парный, согласный в корне слова, проверочное слово, мягенький. Лёгкий, парный, согласный, проверочное слово, лёгенький. Мы изменяем слово так, подбираем однокоренные, чтобы после согласного стоял гласный. Ковёр, безударный, гласный О, проверочное слово, коврик. Что? Ковёр. Это подлежащее, выраженное именем существителем. Подлежащее всегда именительный падеж. Укрыл. Это сказуемое, подчёркиваем двумя чертами, выражено глаголом. Выражено глаголом. Укрыл что? Землю. Именительный падеж что? Подлежащее. Является слово ковёр. А здесь укрыл что? Землю. Окончание Ю. Это винительный падеж. Мягкий, лёгкий ковёр. Далее. Ребята построили горку. Ребята. Словарное слово. Ребята. Построили. Слово с приставкой. Приставка ПО. Постро. ПО. ИЛИ. Ребята. Построили горку. Ребята. Ударение падает на Я. Безударный гласный Е. Ребята. Что сделали? Построили слово с приставкой. Приставка ПО. Горку. Подлежащее. Ребята. Выраженное именем существительным. Подлежащее всегда. Именительный падеж. Ребята. Что сделали? Построили. Это сказуемое. Выражено глаголом. Построили что? Горку. Окончание ООО в этом слове. Винительный падеж. Ребята построили горку. Чтобы определить падеж, нужно задать вопрос. Во дворе дома размели площадку и залили её водой. Площадку, 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 площадку. Площадка, буква Д, площадку. И залили, слово с приставкой, её водой. И залили её водой. Во дворе дома размели площадку и залили её водой. Во это предлог. Предлоги со словами пишутся раздельно. В дворе ударение падает на Е, безударный гласный О. Проверочное слово двор. Во дворе дома размели слово с приставкой, приставка раз. Ударение падает на И, безударный гласный Е. Можно проверить размёл. Орфограмма в корне. Площадку. Площадку. Ударение падает на А. Здесь буква сочетания Щ пишется с буквой А. Безударный гласный, безударный гласный, проверочное слово площадь. И парный согласный, проверочное слово площадочка. Площадку. Орфограмма в корне площад. И залили слово с приставкой, приставка за её водой. Ударение падает на О, безударный гласный О в корне слова. Проверочное слово воды. Находим грамматическую основу. Во дворе дома размели площадку и залили её водой. Кто-то размёл, ребята размели. Они что сделали? Размели. Это сказуемое. Подчёркиваем двумя чертами, выражено глаголом. А существительного, которое будет являться подлежащим в этом предложении, нет. Во дворе дома размели площадку и залили её водой. В чём? Во дворе. О ком? О чём? Предложный падеж. Во дворе это предложный падеж. Во дворе чего? Дома. Кого чего? Родительный падеж. Размели что? По площадку окончания у винительный падеж. И залили её чем? Водой. Кем? Чем? Это творительный падеж. Получился каток. Следующее предложение. По-лу-чился-ка-ток. Получился безударный гласный «о». Каток катится. Корни слова. Что? Каток. Каток – это подлежащее. Подчёркиваем одной чертой. Выражено именем существительным. Подлежащее всегда именительный падеж. Каток что сделал? Получился. Это сказуемое, выражено глаголом. Каток получился. Грамматическая основа. Подлежащее и сказуемое не являются словосочетанием, потому что оба слова главные. Ребятам не страшен мороз. Ребятам словарное слово. Ре-бя-там. Не. Частица «не» с глаголами пишется раздельно. Страшен. Мо-роза. Ребятам не страшен мороз. Ребятам ударение падает на «я», безударный гласный «е». Не страшен. Частица «не» с глаголами пишется раздельно. Мороз. Ударение падает на «о», безударный гласный «о». Словарное слово. На конце парный согласный «з» проверочное слово «морозы». Следующее предложение. Они схватили санки, коньки и бегом на улицу. Они пишется «они», проверочное слово «он». «они» схватили санки, коньки. Идёт перечисление. Однородные члены предложения. Нужно ставить запятую. Санки, коньки и бегом на улицу. Словарное слово. И бегом на улицу. Кто они? Это подлежащее выражено местоимением. Они что сделали? Схватили. Схватили что? Санки. Множественное число. Слово. Винительный падеж. Что ещё схватили? Коньки. Винительный падеж. И бегом на что? На улицу. Окончание «у». Винительный падеж. В слове «коньки» мягкий знак, показатель мягкости предыдущего согласного. Далее. Коля и Лиза катаются с горы. Именно собственные. Пишутся с большой буквы. Коля и Лиза катаются с горы. Кто Коля? Кто Лиза? Подлежащее выражены именами существительными. Подлежащее всегда является именительным падежом. Коля и Лиза что делают? Катаются. Глаголом выражено. Катаются с чего? С горы. Безударный гласный. О, проверочное слово «горы». Предлоги со словами пишутся раздельно. С чего? Кого? Чего? Родительный падеж. Следующее предложение. А Вера и Маша коньками режут лед. А Вера. Имена собственные пишутся с большой буквы. И Маша коньками, словарное слово «коньками» режут лед. Парный согласный на конце слова, проверочное слово «льды». А – это союз. Вера и Маша. Кто Вера? Кто Маша? На вопрос «кто?» у нас отвечает только именительный падеж. Именительный падеж. Они что делают? Режут. Режут чем? Кем? Чем? Творительный падеж. В слове «мягкий знак» еще показатель мягкости. И словарное слово, нужно запомнить букву «коньками», ударение на «а». Режут. Что? Лед. Винительный падеж. Вижу кого? Что? Лед. Парный согласный, проверочное слово «льды». Мы написали с вами весь текст диктанта. И сейчас выполним грамматическое задание. Нам нужно разобрать слово «льдом», сделать звукобуквенный разбор. Выпишем это слово «льдом». В этом слове один слог. Один гласный, он ударный. Откроем транскрипцию и запишем, как мы это слово произносим. «Ль». Вот эта запятая называется апостров. Она показывает, что согласный нужно читать мягко. «Льдом». «Льдом». Посчитаем количество букв. Буквы – это значки. Один, два, три, четыре, пять. В этом слове пять букв. И четыре звука. Буква – мягкий знак звука не образует. В этом слове один слог. А теперь дадим характеристику каждому звуку. Буква «ль», а звук «ль». Этот звук согласный. Этот звук звонкий. У него нет пары по звонкости и глухости. Значит, он не парный. В некоторых программах указывают, что этот звук сонорный. Он мягкий в этом слове. Может быть твёрдым в другом слове. Значит, у него есть пара по твёрдости, мягкости. Следующая буква – буква «мягкий знак». Звука не обозначает. Следующая буква – буква «д». Звук «д». Этот звук согласный, звонкий. У него есть пара по звонкости и глухости. Значит, он парный. Этот звук твёрдый в данном слове. В другом слове может быть мягким. Значит, у него есть пара по твёрдости, мягкости. Льдом. Буква «о» и звук «о». Этот звук гласный, ударный. Больше мы ничего не определяем у гласных. Льдом. Буква «м». Звук «м». Этот звук согласный. Этот звук звонкий. Непарный. У него нету пары по звонкости и глухости. Этот звук сонорный. В некоторых программах указывают. В данном слове этот звук твёрдый. В другом слове может быть мягким. Поэтому этот звук парный. Мы с вами сегодня написали диктант, поработали с предложениями, обозначили орфограммы, нашли грамматические основы и определили падежи. И выполнили звукобуквенный разбор слова «льдом». Альфограммы «м». Ребativos нужнаiu.